Мебельщик Что-то мастерить руками Да и натура у него творческая Поскольку молодой человек Несколько лет учился на музыканта Вообще по образованию я музыкант Играл в оркестре русских народных инструментов Учился в музыкальном училище Играл на инструменте балалайка После музыкальной странички своей жизни Алексей несколько лет работал Участника на производстве мебели А спустя время устроился на крупный завод И не прогадал Начальство заметило цель устремленного юношу Его ответственное отношение к работе и трудолюбие Поэтому выдвинуло на повышение Рабочий день Алексея Моисеева Начинается в 7.45 утра Мастер переодевается в раздевалке И идет в производственный диспетчерский отдел За картами заказов Чтобы потом распределить работу на каждый участок С самого утра у мастера много работы Нужно сверить количество деталей По докладным таблицам Заполнить документы на уже отработанные фасады Подписать десяток важных бумаг Сходить на планерку к старшему мастеру Только после этого мастер выходит на производство Для контроля исполнения заказов Мы сейчас с вами выйдем на производство Я вам проведу небольшую экскурсию Посмотрите, что и как происходит Только к станкам близко не подходить Потому что они очень травмоопасны Ну, руки, соответственно, тоже никуда не совать В подчинении у мастера находятся 17 человек Каждый из которых отвечает за свой участок Рабочий трудится на сложном импортном оборудовании На бибельном производстве есть специальный станок Который называется С-6 Здесь рабочий за 8-часовую смену Делает распил более 500 изделий На одном участке идет распил материала по выкрикам На другом фрезерование, сверловка, шлифовка и пресс Любой процесс должен досконально знать мастер Поскольку в любых сложных ситуациях Рабочие к нему обращаются за советом Вопросов возникает очень много Допустим, если неправильно сделан чертеж Работник это заметил Соответственно, он не должен покидать свое рабочее место Я заберу у него карту заказа И иду в конструкторский отдел Или в отдел маркетинга В отдел сбыта Чтобы выяснить, как нужно правильно сделать И что вообще клиент хочет На производстве работает дружный коллектив Коллеги о мастере отзываются только положительно Говорят, что это профессионал своего дела Да еще и человек добрый Хороший друг, хороший сотрудник Пользуется успехом в коллективе Не только в коллективе, даже можно сказать на предприятии Принимает активное участие в жизни всего комбината Ну и выполняет свою работу Ну отлично Мебель сегодня делают из разных материалов Но основных несколько Первый это ЛДСП Массу прессуют, затем шлифуют И на финальном этапе обтягивают специальной полимерной пленкой Второй материал МДФ Да, здесь уже есть и готовые фасады и заготовки Это вот у нас плита МДФ Очень плотная Кухня считается самой экологически чистой из всех химических плит Которые используются на производстве Здесь идет прессование бумаги и пыли Здесь больше нет ничего МДФ считается самым популярным и универсальным материалом среднего ценового сегмента Из него делают спальни, прихожие, кухни и многое другое На этих стеллажах находятся комплектующие детали для разного вида кухонь Отсюда их забирают рабочие на разные участки Процесс производства мебели заинтересовал меня настолько, что я решила попробовать самостоятельно собрать мелкую часть от кухни То есть получается сначала Вот это как штучка называется? Это шкант Это шкант То есть мы вставляем шкант в эту сторону И потом более мельче мы берем вот в этот вставляем, правильно? То есть вот этот более мелкий отсюда А более такой вот отсюда, правильно? То же самое, мелкий И уже крупный Так, хорошо, мы их вставили Дальше мы берем что? Далее мы берем филенку Филенку И тупым? Самое главное не перепутать лицевую часть филенки, лицевую часть стойки Ага, то есть мы вот сюда вставляем? Да, вставляем, правильно Все есть У меня получилось правильно сделать все с первого раза под чутким руководством мастера На этот процесс я потратила несколько минут, а рабочий тратит в разы меньше Профессия мебельщика сегодня достаточно ответственная и сложная Поскольку кроме отличного знания теоретических Он должен быть еще и отличным практиком Как говорит Алексей, практика – это дело наживное Однако у человека, делающего мебель, изначально должны быть личностные качества и знания, присущие этой профессии В первую очередь человек должен, обязан уметь читать чертежи Это первоначально Нужно знать, с каким деревом как работать, с каким материалом как работать МДФ, ЛДСП, просто ДСП Нужно усердие, терпение Конечно, всегда свежая голова Необходима свежая голова, ну и, конечно, сытый желудок Обед по расписанию длится с 11.30 до 12.10 У рабочих есть 40 минут, чтобы в столовой подкрепить свои силы, а еще два перерыва по 10 минут в течение 8-часовой смены, чтобы передохнуть, поскольку процесс производства мебели достаточно сложный На большом производстве есть несколько цехов, изолированных друг от друга После механической обработки деталей они отправляются на другой участок к малярам и им присваивается вот такой вот специальный номер После покраски и сушки деталей наступает самый ответственный момент – контрольная сборка изделия Все детали собирают в готовое изделие, чтобы контролер посмотрел, нет ли брака Затем его снова разбирают и уже отправляют потребителю На готовое изделие подбивают необходимые документы и отправляют на склад продукции дожидаться своего звездного часа Здесь готовую мебель складируют перед отправкой в разные уголки страны к конечному потребителю О мебели Алексей Моисеев может говорить бесконечно Признается, что к нему частенько обращаются друзья и знакомые за советом о подбору размеров и материалов будущей мебели Он всем помогает и никому не отказывает Говорит, что терпению, доброте и трудолюбию научила его самая любимая женщина в мире – это мама Любовь Федоровна Моисеева Она очень большое количество времени проработала и прожила на севере Потом, спустя иное количество лет, приехала в Ульяновск обратно, потому что она сама отсюда родом Работала на заводе, 25 лет отработала Она у меня ветеран труда Большая часть – это ее заслуга, мое трудолюбие, мое усердие В круговороте дел мастер напряжу забыл о времени и вспомнил о нем лишь тогда, когда рабочие начали собираться домой после 8-часовой смены Здесь происходит постоянное общение с людьми, постоянно что-то новое, но убедение и не люблю я сидеть за компьютером На мой вопрос «Разве вас не ждут дома?» Алексей ответил высказыванием «Конфуция» Найди себе дело по душе и тебе не придется трудиться ни одного дня в жизни Сегодня мебельщиком можно свободно назвать столера, плотника и сборщика И с каждым годом интерес к этой профессии увеличивается, потому что появляются новые технологии и материалы А люди всегда хотели и хотят жить комфортно и хорошо, чему способствует качественная мебель